То, что произошло, это, конечно, от этого никто не застрахован. И это случай как раз и мы работали над, и работаем над этой проблемой. То, что БАДы и вот эти добавки, которые сейчас заполонили наш рынок, они не самого лучшего качества, а то, что даже и хорошего качества, оно не гарантирует то, что там находятся запрещенные субстанции. И это, конечно, была такая неожиданная новость для меня. Я Катю очень хорошо знаю, знаю и тренера. Это, ну, дело в том, что эта ситуация, ну, к сожалению, учитывая нынешние реалии, это можно сказать, что шансов, то, что она сможет избежать дисквалификации, очень мало. Потому что, да, она доказала, что субстанция содержится, то, что она покупала. Но, к сожалению, такие прецеденты были. И, в конце концов, спортсмены заканчивали двухлетние дисквалификации. Поэтому я, конечно, желаю, чтобы она разрушила этот прецедент всем сердцем, всей душой. И мне действительно хочется, чтобы справедливость восторжествовала. Ну, а с нашей стороны, мы, конечно, как законодатели, мы как раз и работаем над этой проблемой, чтобы ужесточить ответственность тех, кто продают эти БАДы, чтобы БАДы была не добровольной сертификацией, просто как они проходят сейчас на безопасность, а чтобы они тоже, как бы не являясь лекарственным средством, проходили именно то, что они не содержат допинг, чтобы на них стояло, что она не содержит запрещенных субстанций. И это давало гарантии для того, чтобы при каком-то инциденте уже подавать в суд и защищать свои права, и отставить свое чистое имя. Поэтому я, Кате, всем сердцем желаю, чтобы у ней получилось защитить себя, получилось оправдать свое честное имя. И я надеюсь, пожелать ей только сил, терпения, потому что процесс будет довольно-таки затяжной, учитывая нынешние реалии, большое время именно на рассмотрении дел в КАС, где и предстоит себя защищать. Поэтому дорогу осилит идущий, я хочу пожелать только не сдаваться и идти вперед. Как вы считаете, есть ли вина за происшествие на СССР в Легокатлетике, которая на своем официальном сайте опрековала, что вот эта биодобавка, она чиста? Ну, дело в том, что вот Русад, она сейчас запустила вообще сайт, когда ты можешь вводить препараты, но они, дело в том, что препараты, которые именно как лекарства, которые продаются в аптеке. А вот именно БАДы, они как раз и входят в такой категории, что нету такой сертификации, что там содержится допинг или не содержится. Это действительно проблема, она и в мировом значении, но у нас она особенно актуальна, когда повысился доллар, и у нас рынок заполонили уже такой некачественный товар, который был у нас, допустим, в конце 90-х, начало 2000-х годов, тоже в таких полуподвальных помещениях продавались непонятные добавки, и было много случаев, когда спортсмены реально покупали, вкладывали свои деньги, и тем самым все равно проходили дисквалификацию, когда у них обнаружились запрещенные субстанции. Они тоже доказывали, что это находится именно в дополнительных добавках. Здесь, конечно, то, что именно производители, вот именно ужесточение, я говорю, почему именно производителям, в погоне за прибылью, они начинают играть уже так вот, не все же профессиональные спортсмены, многие просто фитнеса или любители физической культуры и спорта принимают и чувствуют себя хорошо, какая-то у них идет такая эйфория, дополнительная какая-то энергия, они думают, о, это хорошая добавка, и начинают ее больше покупать. И производители идут на такую хитрость, что начинают именно запрещенные, чтобы такое достичь более легкого эффекта, быстрого эффекта. И вот оказались производители нечестные на руку. Я говорю, здесь только надо ей строить защиту, именно предъявлять претензии к этому производителю, если это все доказано. Ну, а федерация, она со своей стороны, ну, все-таки мы будем честны, что это общественная организация, она может как в рекомендательной форме говорить, да, если вы следите, то, что вы принимаете, вы должны следить, и спортсмен несет, к сожалению, несет ответственность, что он принимает. Пока это так. Поэтому, если это не умышленно, конечно, может быть, с одной стороны, это его, ну, не то что освободит, а облегчит, наверное, дисквалификацию. Но правило нарушено, и, к сожалению, мы играем по таким правилам, и дисквалификация, она тоже не исключена.